Россияне уже который год готовятся к отключению YouTube. Предсказания экспертов на эту тему к лету 2024 года все больше настораживают. И вот официальное объявление Ростелеком замедляет работу YouTube из-за технических неполадок компании Google, которой принадлежит видеосервис. Новость широко разошлась с заголовками, что YouTube все-таки закрывают. Важен ли саровчанам этот видеохостинг и заметили ли они изменения в работе? Давайте узнаем. Смотришь ли ты какие-то видео в YouTube? Что смотришь обычно? И заметила ли какие-то изменения в последнее время, если смотришь? Ну, возможно, я могу в свободное время смотреть, но не так часто стараюсь. Чаще всего это именно короткие видео, но такие видео можно посмотреть не только в YouTube. Есть же много аналогов. Поэтому я думаю, если его запрещают, то не сильно все поменяется, потому что есть еще много других положений. В основном я смотрю музыкальные клипы. Если честно, не пользуюсь. Совсем не смотрится там видео, да? Да, нет, работаю. Пользуюсь, изменений как таковых нет. Но смотрю разный контент. Все работает стабильно? Пока что да. А если все-таки его закроют, для вас это будет какой-то значительной потерей? Вот тех же соцсетей каких-то, да? Хостингов, сервисов? Или все-таки есть аналог для вас? Аналоги-то есть по-любому и будут. То есть если закроют, как бы сделают что-нибудь новое в любом случае. А так большой потери-то не будет. Да, для меня это будет потеря. А что обычно там смотрите? Вообще часто? Познавательный контент, да. И видео о стиле, моде. А есть ли какие-то аналоги для вас? То есть найдете ли вы какую-то замену сейчас? Или все-таки YouTube пока нет? Ну, те блогеры, которых я смотрю, они на YouTube пока не представлены. Поэтому для меня это будет потеря. Смотрю, но если его заблокируют, думаю, да, для меня это будет такой же потерей. Но в любом случае есть обходные пути всегда. А чем удобен YouTube именно в пользовании, в отличие от других сервисов? Легко все найти. Удобный интерфейс. Для глаза приятно. Я пользуюсь YouTube, но для меня не будет потери, если его заблокируют, поскольку есть другие альтернативные сервисы. А какие, например, пользуетесь еще какими-то? Ну, я знаю, что всякие YouTube есть и так далее. То есть все авторы перейдут туда, и полезная информация вся будет там. Конечно, смотрим. Сейчас, наверное, большинство смотрит все возрасты. А что обычно смотрите? Почему именно выбираете этот сервис? Да я музыкальную смотрю музыку, кулинарию, рецепты. Если все-таки сблокируют, есть ли у вас какой-то аналог, которым вы могли бы пользоваться? Или все-таки будет большой потерей? Да, вы знаете, заблокируют. Ну, что теперь делать? Найдем что-то другое. Ничего страшного. У Кремля планов по ограничению доступа к YouTube нет, заявил пресс-секретарь, президент Российской Федерации Дмитрий Песков. В Госдуме также объяснили, что сервис не будут ограничивать или блокировать, пока не появится своего более удобного сервиса. Поэтому смотрим видеоролики со спокойной душой. Опрос для вас проводили Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.